стартуй поехали простите а вы кто членом по идее не поводили ладно я просто заплакал она такая какая горячая девчонка господи как вы грустно живете ну кайф кайф сюрприз это обыск и свидание меня зовут сегодня я проверю ваши комнаты ну что готовы мальчики о господи это моя комната не успела убраться о какой беспорядок этот парень любит вечеринки я тоже люблю вечеринки но очень важно не забывать убираться после вечеринок чувак ну ради такой девчонки мог бы и убраться да говорю же не успел ну что у меня есть мой бокс там всякие штучки внутри я думаю пришло время им воспользоваться а чё это у нее в чемодане не знаю это мои перчатки у неё там перчатки на всякий случай нет вот это мы попали это опасно я найду все твои секреты понятно но все у тебя точно не шанс вообще никаких о боже я поняла ты геймер не знаю хорошо ли это мне кажется ты можешь выбрать поиграть вместо того чтобы пойти на свидание со мной о боже у тебя на час на клавиатуре а это ужасно я говорил надо было сделать уборку то я могу сказать тебе мне кажется ты понятия не имеешь что такое уборка ты предпочитаешь игры и это не мой тип парня вот более пойду смотреть следующую комнату оу подождите а что в этих маленьких коробочках но вот туда тебе нельзя единственная вещь которую я не проверила в этой комнате это это шкатулка не хочешь чтобы я туда влезла но я влезу о боже о боже поверить не могу это же дебетовая карта от билайн и альфа банка 1525 у меня такая же с ума сойти это чё за карта такая это карта в которой у тебя 25 процентов кэшбэка на услуги связи билайн 5 процентов на любые покупки в пятерочке и перекрестке 1 процент кэшбэка на все покупки и еще 7 процентов на остаток да я знаю это отличная карта неплохо а ее долго делать чувак мгновенный выпуск картой можно пользоваться сразу вообще-то мне нравится что у нас похожие взгляды на финансовый аспект и наверное беспорядок в комнате не так важен мне кажется я сделала свой выбор я выбираю первого парня офигеть это невозможно а я знал что она выберет меня не надо завидовать давайте выходим выходим отсюда на выход сейчас я увижу их всех надеюсь я сделала правильный выбор о вау какие вы хорошенькие я если я майк это моя комната классная комната парни простите пожалуйста что я сделала свой выбор до того как проверила ваши комнаты вы очень классные но в майке я нашла что-то очень важное для меня наши общие взгляды на финансы и все эти штуки понимаете да деби твоя карта кэшбэк 1 5 25 реально крутая пойду сделаю себе такую же ведь это недолго да валите уже оставьте нас пока пока у тебя очень классная комната а ты тут хорошо провела время понравилось и м и и и и и и и и что-то ну что за красота приветик ребята я значит я соскучилась мы снимали сто лет мы каждый раз после каждого сезона мы уходим в отпуск этот отпуск у нас чуть затянулся признаем возможно но мы надеемся вы от нас не откажетесь и вы продолжите смотреть нас вы готовы начать у меня здесь актер театра и кино сериала я точно знаю что сериала создатель бомбочек для ванн и обладатель конечно целой комнаты женских париков андрей борисов ган-13 все я правильно сел в этот раз и все правильно а то там какая рабочая сторона игры как работе а ты еще не заработал я еще у меня все рабочие меня тоже пока да пока все рабочие как ты я хорошо новый период жизни я сейчас как-то взрослею я съехал от мамы сода в доме теперь появляется по моему желанию и подсолнечное масло еще я понял что нужны освежители воздуха это ласка для стиральной машины короче столько забот но знаете все нормально мальчик растет все хорошо то есть теперь нет на на чьей колонке теперь проигрывается порно все теперь можно так теперь я себя ни в чем не сдерживаю круто я очень рада что я тоже у нас на глазах мы с мамой очень рады что ты наконец съехал да я тоже следующий наш гость я обожаю гостей вот я всегда мучаюсь как их представить но не выдумывать вот эти вот типа шуточки какие-то подкольчики ну сколько можно ну уходите к марконе там придумают а к нам приходит хочется правда донести что за человек чем вообще примечательным почему мы его зовем вот я позвала рассказала про себя что конфета конфета души моей взаимно да the same но следующие барышня просто цены и нет за то что она сама взяла и прислала свое представление о а ну-ка ну-ка что там мега супер вип-перебип лакшери и world так написано стилист фэшн-блогер self-made woman прямо сейчас с миланской недели моды карина нигай привет привет меня дела отлично как милан ну да было весь итальянский запас который я знаю вообще нет я знаю больше а плюс аква натураля а у кока-кола вы в лимон ангьячо все про и на бене сеньоры на брэго прэго 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 а лора все закончили заканчивается что там делала я была на неделе моды я посещала все различные показы уровень презрения замечаешь я вот уже вот у меня она она задолбала я я просто не мог смотреть на этот милан она там переодевалась тысячу раз просто там я думаю сколько она взяла с собой вещей ты видел эти четыре чемодан я видела как она оттуда уезжал да то есть ответных было меньше она что-то купил ты что-то купила да я что-то купила а я я мать я купил одежду своему ребенку отвечаю такое красивое платье поетках ребенку пусть ходит не хочет заходить чем-то сразу нет я купила пуховик не пустим не шапку ремень вот но себе не но себе тоже не забыла себя купила очень-очень красивую сумку она вот так вот оба обнимает твою руку и вся такая плетеная вся такая ботега венета но очень красиво прямо потом покажешь да очень рада счастлива за тебя за теговень это нечего я посмотрю как вы вообще о чем вы поговорите точнее чтобы вам было о чем поговорить у нас есть следующий гость потому что нормально да это роде вот здесь нормально вот тут чуть губы на следующий гость на следующий гость с которым ну я не знаю сравнится ли неделя моды вообще ну просто что может быть роскошнее чем на следующий год ничего ничего может ли вообще чья-либо сумка чья-либо брошь кстати на мне их сегодня в избытке сиять сильнее чем на следующий гость слез все гости но что как еще представить его но алексей жидковской умерла пахнет бухлом потому что ты в баре мы такие неудобные трусы были за кадром ты просто не понимаешь там стоял поправлялся думал как мы прослышали потому что мы сядем и уже решил не поправлять мы слышали трест этого латекса это коже то есть подожди под коже ты по-прежнему вот таких вот семейновых огромных чуть повыше значит чуть выше колена но все равно неудобно а мы материмся кстати да да отлично охуенно надо говорить супер мы помидор что материмся это просто так а мой коктейль вот вы уже бахнули что да 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 теперь хвалитесь ты уже похвалился из милана приперлась я что чем я похвалюсь презентация книжки у меня было я вчера прихожу передо мной татьяна устина передо мной у нее там столько людей а у меня уже тайминг через 10 минут я как бы и никого нету знаешь я так думаю так отлично знаешь а у меня самая большая сцена думаю нахуй они это сделали и мои подписчики очень много не успели потому что реально непонятно как зайти там знаешь такое мышиные проходы какие-то непонятно что за место что это экспоцентр хуйня это экспоцентр потом вот именно там судя по рассказу потом ко мне подошел брал мне интервью мальчик он знаете так странно говорит я не знаю даже как вам объяснить если она выйдет я вам покажу она короче как-то так со мной разговаривал он как бы как будто бы его нету то есть как бы он у меня берет интервью и я знаешь как-то с ним общаюсь а он смотрит сквозь меня и мне так неудобно потому что камера справа он спрашивает и как будто отключился и я ему рассказываю потому что это вопрос который вообще не уместен опять отключился я думаю блять как с ним общаться еле-еле душа в теле все сделал но вышел а короче ладно это мы забыли книжка уже заебала дальше у меня скоро выходит все по кулинарке на воюбнем все у него там кулинарка у меня очень много много кулинарки автошоу остановись производить контент а у меня выходит камень из почек вот все что иди на мой взгляд на авто на авто мне кажется будет ничего я буду разъебывать да ладно все заебал у меня бомбочки для ванн скоро тоже выходит я заморочился я тебя бомбочки для ванн с кем с кем ну совместно коллап какой-либо он сам дома лепит из говна и полос да а да да я из уфы заказал пневматический пресс короче была пандемия что делать из уфы еще в москве не нашлось москве нету нету только большие какие-то ну типа то что вам отделки пресс и пневматический пресс да и я ебашусь и дома эти бомбочки для ванн получаю истинное наслаждение потому что такой блять сюда ебанула фанда и сюда мы типа мускус офигенно ты знаешь за то что если у тебя не дай бог кого-то по аллергической реакции решет тебя посадка я гуглил я гуглил не был уже входные пути на желк отгибаться ну типа это как декоративная косметика для ванны типа ничего не косметика типа как свечи нет нет я погуглил она была красивая бомбочки для ванн еще ни одной в мире не зарегистрировано но у тебя есть теперь цель но вижу цель иду а вот например аллергия на какой-то твой компонент потом хопа на фишки шок умерла ванна аллергена что ты так гонишь на моем а может после твоей книги убьют джона леннона расскажи пожалуйста ты сегодня человек вообще прилетел к нам случайно а да не только что с поезда из милана до того что я нибудь важны выпускали короче кишка в чем я расскажу это был капец я была за счет весь август я была позитана кома я не думал что ты так начнешь пожалуйста расскажи про проблему не надо расскажи я была в августе во всех этих итальянских модных местах и все было ок граждане российской федерации могли вылетать из италии к себе домой без пцр тестов и в течение трех дней мы должны были загрузить все на госуслуги что происходит сейчас с 1 сентября нововведение которым я естественно не знала мы приезжаем в аэропорт с моим а бойфрендом а чтоб вы понимали он казах с греческой визы просто намешалась доме обломано еще ему 16 это было требование а вы знали что просто в лондоне он хотел со мной встречаться но я сказала нет поэтому он теперь завидует этому она была просто очень накуренная что за лондон там у вас был мы ездили там трамп трамп создал нам проблемы мы ездили рекламировать одну телефонную кампанию не будем называть не был вот и трамп тогда выпустил какой-то закон и мы такие пиздец что делать я говорю так радоваться надо как трамп связан с лондоном он запретил вот эти к саоми блять не не помню какую-то мы ездили как ты не хочешь называть эту кампанию или то блять просто не помнишь что за лупу вы рекламировали что решение трампа влияет на нашу жизнь переходим к барной стойке хотел сказать стойки регистрации и значит этого казаха вообще сразу отправили сказали чувак как бы я думаю ну ладно сейчас оставлю его здесь сама плечу к тебе на шоу а сказали а нифига гражданам российской федерации тоже нужен пцр и мы стоим типа там до закрытия гейта 20 минут а у нас ничего нету мы кое-как там чет как-то какими-то путями он договаривается какими точно я не знаю карина там стояла блять ты здесь больше не работает я сейчас позвать я сейчас позвоню карен карен именно он об этом именно карен на вряд ли там было володь пиздец амурчик еще одна вова аленю пускай так ну так и чё и короче он как-то договорился но там был шмара можно так сказать короче ну короче не выросли больше из россии походу и он сидел и он сидел и такой значит типа у меня перевес естественно четыре чемодана каждый по 40 кг ребенку не везет я везу пуховик ребенок и значит как вы их везли четыре чемодана вас было двое или я и как сказал подожди у вас был бизнес или эконом эконом ой ты же бизнес купила что такие этого момента в них все стало ясно я Glory to you У меня доказательств. Я не поняла, что за шейми. Мы вообще должны быть ближе к народу. Кошмар, правда. Это ребята еще не знают, что у тебя квартира не в Москве, сидят через дорогу. О-о-о-о, блядь. И не на 25-м, а на 5-м. Да, блядь, это про меня история. Вообще-то не на 5-м. Ну не суть. Короче, этот Шмара, он такой, типа, у вас перевес. Я говорю, я знаю, дайте мне квитанцию, пойду оплачу. А он такой, типа, дает мне одно. Мой казах бежит. Он меня в паспорт складывает, вот так складывает, как тетрис, в паспорт, и дает мне паспорта. Прибегает он в квитанцию, тот говорит, так я же ему вторую дал. И я просто достаю из своего паспорта вот эту скрученную штуку, он бежит опять, а 20 минут, помним, до окончания посадки. Да. И, короче, мы бегаем еще раз, это все оплачиваем, потом он 15 минут вот с таким вот, не знаю, как это назвать, без мата, в общем, обрабатывает, типа, наш запрос. И дальше мы бегом, бежим, мы всех толкаем, все такое. На паспортном там нас тоже казаха мучают, подписи собирают, с него все так. Но, но мы добежали, потому что Риз добежали. Внимание, на 10 минут это ровно то, что нам было нужно. То есть судьба! Ну так, я не понимаю. Судьба! Ты тоже? Не, а у меня была такая же фигня, у меня, я белорус, вот, и мы в Греции, значит, я подхожу, даю свой синенький паспорт, на меня так смотрит, говорит, а где доказательства, что вы имеете право находиться на территории Российской Федерации? Им похуй, что у тебя тут недвижка, регистрация, они этого не знают. Но, поскольку мы летели бизнесом, мы такие, типа… Так, понятно. Ладно, я просто заплакала, она такая… Позвала какую-то более старшую женщину, и мы понимали, что каждая новая по старшинству, у нее грудь чуть больше. То есть у них тоже эта штука работает. И вас просто вытеснила случайно? Нет, она такая, вам, ну типа того, она такая, вам очень повезло, и меня пробили, и все, мы здесь теперь. А меня дико извиняюсь, когда я проходил паспортный контроль, но я прохожу на всем красивом, тыры-пыры, знаешь, так думаю, все окей. Это ручная кладь, которая не ручная кладь. Подожди, мы не понимаем, откуда ты, куда летишь? Я из Санкт-Петербурга, по-моему, я летел в Италию, если не ошибаюсь. Ну, это не в этом году было, а не просто… Это канон, я надеюсь? Конечно, я же не… Не вот этот. Я последний хуй без перца доедаю, куда мне бизнес? Вот, короче, и я лечу, и меня на русской границе просто… Она такая, хоп, знаешь, на меня смотрят, потом паспорт, потом… А у меня, знаете, такая странная хуйня, у вас раз в 10 лет паспорт меняют? Я вот не понимаю, или у вас сколько? Ну, типа… Я не знаю, у нас белорусов другие… Люди так меняются, у меня уже ебальник наколот, как бы, там уже как бы тут без объема, тут с объемом. Я как бы стою, она такая, так, нажала какую-то кнопку, подходит еще один человек. Женщина еще одна, они смотрят, потом… Они ничего не говорят мне, они просто молчат. Я думаю, слушайте, может, у меня какие-то налоги неоплачены? Знаешь, думаю уже так… Сейчас мы сюда заехали на свободном, выехали, понимаешь, в этих кутюлях железных, в кичман, и все, поехали. Вот, я уже стою, руки потеют, тут, знаешь, держусь за эту железную шпалу, уже руки воняют железом, знаешь, когда уже, типа, ну совсем просто полный пот. Вот. Ну и, короче, заходят мужчины, и они начинают при мне обсуждать, я это или не я. И это, блядь, длилось минут, наверное… В смысле, соответствуешь ли ты с паспортом? Да, назовите дату рождения, место прописки, как зовут вашу мать. Этой информацией вообще я не понял, откуда они могут ее вообще в целом узнать. Ну, типа, я ее сказал, они такие, ладно, летите, закрыли, положили мне и отдали. А в паспорте фотография, ты, ну, как бы, ты… Я лысый. Реально? Да не, ну ты шутишь, что ли? Ой, я шучу, конечно. Не, ну я имею в виду, ты в Майкале. Все пошутили. Не, ну я там просто выгляжу совсем по-другому. Ну, типа, ну, Леша… Я без объема в лице. Понятно. Без геля. Без геля. Без геля. Понял. Вот, ну и все. Но все закончилось хорошо. Ну, конечно. Ну и все, самое главное. Если закончилось плохо… Ты долетел? Нет, я не долетел. Как жалко, сейчас бы так классно посидели вообще. Я постоянно занята. У меня просто бешеный темп. Я 24 на 7 телефона. Отвечаю на звонки. Да, я найду это. Я нашла это. Я перезвоню. Дикие-дикие джунгли. Я в них лев. У меня, кстати, есть пейджер. На всякий случай. Это бизнес. Я рассчитываю только на себя. Поэтому я всегда в режиме многозадачности. Да. Секунду. Здравствуйте. Это доставка. Ваши коробки у входа. Занесите в офис. У нас не оплачена работа… Нет. Это мое финальное слово. Если хотите продолжать вести бизнес со мной… В этом деле нужно быть жестким. Бизнес? Я на секунду. В бизнесе очень важно быть гибким. Понимаете? Когда ты делаешь бизнес. Ух. Ну и денек. Да. У меня есть помощники. Мне же постоянно нужно быть в ресурсе. Комплекс витаминов «Урбан Формула». Эти ребята разработаны для тех, кто живет в безумном ритме жизни. Для людей, у которых постоянные встречи. Множество работы. Задач. Кто эти люди, спросите вы? Я. У меня есть брейн-активейтор. Это для мозгов. Энерджи-комплекс, чтобы быть постоянно на пике работоспособности. А, да, еще иммунный комплекс. Помогает моему иммунитету работать так же хорошо, как это делаю я. Здравствуйте. Это администратор. Это ваш человек сейчас забирает коробки у входа. Окей. Деловая встреча. Прошу прощения. Прошу прощения. Ну чё? Я предлагаю хоть одну историю уже послушать нормальную. Правда. Занимаемся не поймите чем. А, простите, а у нас что, блядь, были плохие истории сейчас? Я сейчас такое ученю. Ученю. Я сейчас с тем православием так попала. Значит, у нас есть некоторое количество историй о вас, которые мы знаем. Вы, может быть, тоже знаете. Будем надеяться, что вы нам их расскажете. Я никогда не, прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПАНЧ Это коктейль называется ПАНЧ. Есть много разных вариаций. Вообще в мире существует его. У нас МИЛК ПАНЧ. Я вообще откуда знаю всю эту информацию? Я просто недавно читала лекцию. О, лекцию. Лекцию, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но в общем отель в стиле одна звезда, знаешь? Особо за лагерь был такой, чтобы свозили... КУПЕ? КУПЕ Да, мы все плацкартам ездили. Я тоже. Ну простите, у нас был лагерь приличный. Артек? Именно он. Ну и короче я пошел к туалету и не успел дойти. У меня был полный конфуз с людьми, которых я вижу второй раз в жизни. Они меня приносили чистые штаны, трусы. Я просто как бы был в шоке. Конфуз был прямо... И в говне. Дом с говном, это было про меня. Это какой возраст? 10 лет. Это был ужас. Так что, ты обосрался в поезде? Да, прикинь. Ну нормально, бывает. Было и было. Да слушай, я могу и сейчас, в принципе, так сделать, мне вообще похуй. Какая проблема. Что естественно, то не безобразно. Как говорит Малышева, это грязь выходит. Ну да. А она правда говорит? Нет. А ты зачем? Зачем тогда вот ее? Ой. Приплюв эту женщину. Он просто внимание привлекает. Конечно. У кого-то были обсерушки в поезде? Нет. Нет, я устроил один раз своему, ну как другу, теперь, конечно, уже не другу. В детстве повелся на манипуляцию. Вот. Мы отравили одного чувака в поезде, в лагере. Отравили? На моему пурге она подсыпали. Это был первый опыт, когда я повелся на общественное. Такое, типа, давайте. Но теперь ты больше не стадо. Да. Ты справился? Я, конечно, говорю, нет. Но все... Я помню, как он плакал. Потому что наша это говорила, не заходите в туалет. Там, к сожалению, он испорчен. Да там туалет нельзя было испортить. Потому что, вы знаете, в школьных туалетах я вот как-то вспомнил. Это не школьные. А я вот про школьные хочу. Там никогда не было туалетной бумаги. Вот, блядь, никогда там нет туалетной бумаги. Да, да. А потому что двойной листочек у тебя есть из тетрадей? Да, да, да. И вот так. И вот так. И вот так поднялась. Ой, в бизнесе летели. А двойной листочек все. А из этих тетрадок помнишь по 17 листов, которые всего зелененькие, такие квадратные. Ты оттуда хоп и думаешь, блядь, она уже так облысела. Леха, а ты носил тетради в сумке вот так скрученные? Или в пакете, когда уже там… У меня была сумка маленькая. Мама была всегда ортопедические ранцы, чтобы не было сколиоза. У меня всегда были, знаешь, вот эти вот… Вот эта вот… вот эта вот… ноша тяжкая. А у меня был с покемонами портфель в девятом классе, и меня не пиздили. Я обожал покемонов, все уже курили там, занимались любовью. А я с покемонами ходил. Ну, как бы… Ну, я действительно… Ты понимаешь, сам в себе, да? Ну, типа, да, как бы. Иной мир. Я в девятом ходила с сумкой со спанчбобом. Я не понимаю, почему это было. У нас был в Питере такой магазин назывался «Кисфэшн». 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 Назови так свой бренд, кстати. «Кисфэшн». Вот. И, короче… Мне неплохо. Да. И там продавали все такие, знаете, жестко китайские сумки, такие воняющие, прям вот вонючие, прям сумки гуталиновые. Такие, знаешь, которые открываешь, с виду ничего, а внутри клеенка, типа, какая-то такая ебзня. Ну, и, короче… И я покупал там, там, были все спанчбобами, с какой-то еще. И, знаешь, и были не только, были еще и аксессуары, броши. Все стоило по 250-30 рублей, деньги были какие-то немыслимые. Это фикс прайс, сначала. Ну, мне давали косарь в день, поэтому я туда залетал только так, в стиле. «Слышь, запакуй мне пол этого самого, пол кибитки своей, блять. Давай я тут не вафлю. Нормально». И покупал все, знаешь, тут, тут. С этого и начался мой путь к роскоши, конечно. Роскошное же дело. Да. На мне сейчас 1000 рублей. Да, да. В школе это было модно. Ну, понятно. Так, что? Продолжаем. У меня никогда не было ЧП в метро. Ой, а ЧП в метро — это как? Как в фильме «Метро»? Когда все залилось водой… Когда все залилось водой… Просто, да, апокалипсис. Когда все залилось водой, они такие, полфильма, просто 55 минут стояли и такие, бля, ну мы будем сувать, кого кинем, блять. Тебя тоже бесила маленькая девочка, которая там… Нет, ты знаешь, я посмотрел такой, ой, в пизду и вышел. Не, я досмотрел до конца, но меня бесила там… Я просто очень мнительно. Девчонка маленькая, она там пиздец, типа метро, все, там они не могут выбраться. Она такая, папа, а когда мы будем есть? Я думаю, блять, у тебя там люди умерли, а ты есть хочешь? Я вообще неделю бы потом ничего не ел. Слушай, ЧП… Дети сейчас, знаешь, не те… У меня, у меня было ЧП. Ну пей. Ну пей. Я ехал куда-то в район Ясенево, я уже не помню. Было, ну не поздно, где-то типа двенадцать часов ночи. Я ехал, значит, сижу себе. Ясенево — это очень далеко, это хуясенево. Я только хотел спросить. Это за третьим кольцом. Это за всеми кольцами вообще. Там, где прописка уже а-ля Московская область? Это скат. Да вообще, мы не уверены, что там есть жизнь. Да, есть скат, есть скат. Скат. Ну там точно есть лес, я вот это знаю. Лес, да, такая природа. Я еду, значит, читаю Стефани Майер «Сумерки», вторая часть. Моя мощь. Ты нёрз, ты нёрз. Ты просто нёрз какой-то. Бэлла, вон к тебе вернётся. Сука, не вернулся. Я, значит, еду, читаю весь такой как бы мамин приличный сын. И тут открывается дверь. Тебе не опиздили за «Сумерки»? Вот послушай, и дальше. Очень опасно, типа. Это вот как ехать и читать, знаешь, дневник для девочек. Типа мальчик читает. Меня как-то всё время Бог любил. Да, покемоны, портфель, «Сумерки», все сразу понимали, что этот парень пойдёт далеко. Да, я как бы или быстро бегал. То есть я как-то нормально никогда не опиздюлялся. То есть не было такого, что меня все били группой. Так. И завтра вот это вот «People Talk», типа «Gun 13». Ну. Вот. Я еду, значит, никого не трогаю. Читаю там пятую главу. И тут открывается дверь, и залетает человек пятнадцать. Пьяного быдла. Вот прям, типа. Вот так вот. Я сижу, делаю вид, что всё нормально. А сам уже я книгу не читаю. Я думаю, Эдвард, где ты? Спаси меня. Они, значит, вокруг вот так вот. Я сижу, типа, с понтом. Всё нормально. Вот. И я понимаю, что они что-то это-это и хуяк так, типа, на меня. А никого в вагоне нет. Я сижу, думаю, ну всё. Говорил я, что никогда не опиздюлялся. Походу всё. А ты спортеря с покемонами? Благо нет. Были только... Sailor Moon была уже. Ну. Sailor Moon forever. Да, да. Лунная призма, дай мне силы. Сила огня. Так, и чё? А, дай вот это. Вот этого «Диадема». Ой, нет, как там. Вот это другое. Вот это. Да. Да, да, ну-ну. И я, короче, сижу, и я понимаю, ну, походу, мне пизда. Ну, типа, мне всё. Я сумерки закрыл, типа, сижу, думаю, телефон... Чтоб хотя бы книжку не запачкать, дочитать было. Да, думаю, телефон достать, потом думаю, вдруг... А у тебя какой тогда был? Engage, Nokia? Не, я приудивитель, что у меня не было денег, у меня всегда был айфон. Я как-то одалживал, крал. Даже много. Трудное детство. Трудное очень. Ну, влацкарта. Влацкарты всю жизнь, Витебс, Москва. То Стива Джобса уже айфон? Нет, это было вот во времена Стива Джобса. Вот. И я, значит, сижу, один тут встаёт, значит, подходит ко мне, садится рядом. Я такой, бля, пожалуйста. Сука. И я такой... Здравствуйте. Он такой, типа, а чё ты, бля, чё у тебя шарф красный? Чё ты, пидор, что ли? Я думаю, ты чё ты приебался? Вопрос вполне банальный. Ну да, нормально. Я думаю, Стефани Майер тебя не смусила. Покемоны красный жар в сумерке. Я думаю, чё это нормально? Я говорю, я из Гриффиндора. Вот. И он, значит, сидит и так... Я же был с юмором. Серьёзно? Да, да, да. Ну нет, конечно. Но я для, так, для интересности. Я сижу, как бы, типа, я тебя не вижу. Я привидение. А сам думаю, вот бы я тебя ебало бы разбил. Но я... Ты такой из тех, которые, знаешь, в себе всю ситуацию переживают. Я его отпиздил, обоссал. А сам такой выжил, знаешь, потом. Ты как в фильме, знаешь, вот эту вот мысль из меня. Я пацифист. Я потому что один раз подрался в метро, дал человеку по лицу. И мне потом было так... Ну я такой, ну блин, это же человек. Его по лицу. Нет, правильно, так и надо было ему. Вот. Ну, в общем, короче, я сижу, он начинает до меня доёбываться. И потом подходит другой, и такой у меня, слышь, а когда будет Новогиреево? И я понимаю, что... А мы подъезжаем к... И этот сидит, про мой красный шарф интересуется. И мы подъезжаем к остановке, и я такой, сейчас Новогиреево. И слышу, станция там Строгино, условно. И я такой, блядь. А они были настолько бухие, что они такие, Серёг, Новогиреево, пошли. И они все, 15 человек, выходят из вагона, и этого он взял. Я сижу вот так вот. Красиво вообще. И я думаю, закрывайся, блядь, быстрей, закрывайся, быстрей. И вот эти двери, когда закрылись, я такой... Это было хорошо. Продолжил считать. Вот так вот Стефани Майер стала моей настольной книгой. Вторая часть? Это красиво. А во второй части там ещё? А во второй я смотрел. А там он её бросил, короче, она там бросалась с обрыва. Она уже стала вот этой вот вампиршей? Не-не, это через ахуэляр. Самое ужасное, что её хотел ебать волк, а она по итогу с вампиром. Да. А лучше с волком. Нет? Ну, разные мнения на этот счёт. Ну, как-то нельзя филия пошла уже. Да, закроем эту тему. Ну, знаете, я тут попытался пересмотреть «Сумерки» вот сейчас. Я такой, боже, какое говно. Когда ты стал старенький. У меня никогда не было свиданий в странном месте. В странном месте? Ой, у меня есть что рассказать. А странное место это какое? Шаурма, например. Шаурма это понятно. Избирательный участок. У меня была свиданка. У меня была свиданка. Мы пошли в шаурму. А потом, после шаурмы… А причём шаурма, знаете, была… На самом деле, начало странное. Меня никто никогда не… Ну, знаете, там, если куда-то идёшь на свиданку, там, какой-нибудь ресторан там с видом, чтобы посидеть там, ла-ла-ла. Шоколадница. Привет, я Лена. Знаешь, рубрика, там, я Настя, Катя, Петя. Вот. Ну и короче, сидишь, это самое, там, виды какие-то… А тут шаурма. Двойной чесночный соус, значит… Это тебя пригласили или ты пригласил? Офигенно. Меня, по-моему, или… Нет, меня. Меня пригласили. Шаурму? Это смело, это смело. Я говорю, куда жрать пойдём? Пойдём шаурму. А я такой, типа, знаешь, рассчитывал, типа… Мипьячи. Ну, как-то, не знаю. Это будет фокачи, а не шаурма. 10 этаж, не знаю, там, что-нибудь такое. Короче, мы садимся в тачку, доезжаем до этой шаурмичной, мне говорят, вам с собой. Я говорю, ну да, с собой, но не здесь же сидеть. А там такие, знаете, заходишь… А чем шаурма вот хуже выглядит, тем она вкуснее. Так же, кстати, и с китайским рестораном. Никогда не замечали? Вот чем он бомжовее, тем он вкуснее. Супер. Чем липше скатерта. Если менты у них затариваются, я тоже там беру шаурму. Это ты долго стоишь. Это умно. Это умно. Ну и, короче, он мне сделал двойной соус. А соус, типа, такой чесночный, знаешь, и заворачивает меня вот так вот в эту вот пергаментную бумагу. Ой, блин. Да, да. Он мне делает лаваш, заворачивает пергаментную бумагу, заворачивает всю еду туда. Я беру в пакете, мы выходим с ним в машину, я начинаю раскрывать. Думаю, ну сейчас типа уже отведу этой малышки. Вот, начинаю, короче, раскрывать. Там она льется на меня, я уже в дерьме. Пуша, то есть как бы с поезда уже в машину, понимаешь, да? Ну и, короче, в чем проблема это была? Самое главное. Двойной четвертый соус. Все льется по рукам, в рот не попало. Вот это все. И мы едем вообще-то в воне адовой в аэропорт. Ну просто, знаешь, типа не в самый аэропорт, а типа по дороге. В Геленджик, наверное. Смотреть, как уезжают самолеты. О, боже. И я... Ой, это пиздец, такая романтика. Это очень романтика. Просто ты воняешь просто чесночиной. А они летят на Мальдивы. Они летят на Мальдивы, я воняю чесночиной, слякоть, грязь, дерьмо, я сижу. Промощавшим взглядом. Да, и радио Монте-Карло, да, с песнями. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ту-ту-ту-ту. Понимаешь, дерьмо? Очень приколдесно. Ну, кайф, кайф. Ваше нелепое место для свидания? Ну, оно не столько нелепое. Кстати, оно случилось с моим вот парнем, с которым мы сейчас, типа, встречаемся. Человек, значит, позвал меня на одно из первых свиданий. Казах. Казах, казах. Ты не знаешь, как его зовут? Да не знаю, я все уже знаю. Еще узнал в этом месте. А как его зовут? Его зовут Влад. Влад? Да, Влад. Влад, ты вообще силач, Влад. Влад разрулил себе ситуацию сегодня? Влад сегодня разрулял. Влад вообще умничка. Угу. За мужчину. В общем, короче, значит, у меня заканчивается съемка, и я такая, значит, типа, намекаю, что, значит, меня нужно отвезти домой. Я такая пишу, типа, я закончила съемку, и мне нужно домой. И он такой, давай с тобой пойдем на свидание. Прям, ну, было слово «свидание». Я просто обычно, мы просто ходим пожрать, просто ходим в кино. Это стресс, понимаешь? А слово «свидание»? Да, это стресс, типа, да-да-да. Типа, да-да-да. Типа, ты должна сидеть и безумовку пиздеть прям. Блядь. А я не бритая. Берешь эту бритву, она его бьют не режет, а вырывает нахуй скальпи. Ты такой, сука, терпи, терпи, вечером будет хорошо. Ну и, короче, и я такая говорю, значит, свидание. Ты такая вот такой, ну. А чтобы вы понимали, как я была, я примерно выглядела, как ты. Ну типа, вот это… Ну типа, вот это… Ну типа, вообще уебищно жестко, типа, просто вот говно, знаешь? Типа, для свидания просто нет. Удивительно, что… Ну я имею в виду зеленые вот какие-то глаза. Да. Нарядно! А-а-а! Это, это! Короче, я как реально, я вся расфуфырена. У меня какая-то шляпа, какие-то ботфорты из латекса. Эти… Часки для чистинга. Ну ты просто кис-фэшн. Как обычно. Все как обычно из фэшна, да. И он такое свидание. Я такая, ёб твою мать, ну ладно. И значит, я приезжаю, он такой, я скину адрес, приезжай туда, я тебя встречу, мы пойдем. Ты еще вызвонил ее сам. Другая бы сказала, заед ты за мной говно. А она такая, не, я сама приеду, нормально. Да, у меня была такая фишка, что я типа приезжала сама, и типа все. А ты опаздывала? Я Hyundai Solaris сама вызову. Не опаздывала. Я никогда не опаздываю, это моя фишка, я никогда не опаздываю. Мужчинам повезло со мной. Так вот, я приезжаю туда, а это, друзья мои, вот сейчас, секундочку, внимание. А это? Кимкинск. Это шахматный клуб. А я, а я вот в этом твоих зеленых глазах, в ботфортах латексных, в латексных перчатках так иду. Сколько ферзей, наверное, да? Попандала. А я просто такая захожу такая. И там вот эти вот, знаешь, вот эти очки, которые протирают ботаны такие на меня. И я такая, а вино здесь наливаю? Все меня хотят, а я не хочу никого, знаете, что рыбрика. А мы ходим конем. Да, да. Короче, я пришла. Чтоб вы понимали, фишка. Так, сейчас на минуточку. Я, конечно, понимаю, что я выгляжу как гламурная вот это все, что вы подумали. Но она абсолютно не гламурная. Бат. Бат. Ну, конечно. В душе я. В школе я играла в шахматы. Я была самая лучшая. И все, короче, я всех рвала в шахматы. И я реально хорошо играю. И я прихожу, значит, а он этого не знает. И он начинает мне объяснять, как ходит конь. Буквкой Г. Да. Ну. Ну, типа того. Как ходит ферзь и как вообще что происходит. Я такая делаю дуру, думаю, ну ладно. И тут в какой-то момент я понимаю, что я его жестко выигрываю. Ну, прямо вот сейчас вот шах и мат. И он такой уже краснеет. Ну ты как мудрая женщина. Но я как мудрая женщина, мой хороший. Я начинаю бухать винишко. Я, значит, я... Как в шашке начинаешь вот так. Да. И я начинаю такая, ой, а-а-а. И я начну, ну, короче, я специально начинаю ходить неправильно. Он выигрывает. А играли мы на желание. И там мы первый раз поцеловались. А почему он не заказал, не заказал, не загадал секс? Потому что он понимал, что секс невозможно. А типа поцеловаться, ну может быть я и соглашусь. Мудрость. За мудрых женщин. Прекрасно. Мужчин. Я никогда не общался с зэком. О-о-о. Я общался. У меня друзья. Серьезно? Вперед. Что, друзья из 90-х? Друг есть и... Да, ну у меня... Ну и пей. Ну и бери. Ну так дай мне. А-а-а. Мы сидели с... Я тогда только себе приобрел жилплощадь в Москве. И весь такой, думаю, блядь, сделаю там охуительный, типа дизайн проект. И поехал в Икею. Да. Понятно. Мой стиль. И пошел в шоколадницу встретиться с дизайнером. И мы сидели, обсуждали, думаю, как ты думаешь, здесь будет охуенно смотреться Альканта. А там, я не понимаю, подожди, размер квартиры какой ты там? Типа у тебя что там, блядь? Лофт проект этажи? Двадцать три квадрата. А-а, ну ты там, да, смотри, не разгуляйся, блядь. Тут, ёпта, картина, блядь. Тут нахуй. Тут нормально, нормально. Чисто квадные люстры. Хорошо. Так. Чисто одну люстру вот так повесить. Вот, и мы сидим, значит, общаемся, думаем, какой сделать дизайн проект. И тут подходит чувак и кладет вот так грушу. Это я потом узнал, что на зэковском мире это вот, ну типа приветствую. Вот. И мы, а мы как бы сидим… О! У меня бабушка зэк! Что? Никогда нельзя им отказывать. И мы как бы смотрим на твою бабушку. А он тебе подумал, ты выглядишь как зэк? Почему он подумал, что ты знаешь их жаргон? Он думал, что ты петуша или это? Я вообще, блядь, я такой, я груша, что происходит? А, ну вот, я бы тоже так сделал. Вместе мы фруктовый сад. Да. А я томат. Вот. И мы сидим, в общем, такие, спасибо. И он берет стул, садится такой, типа, и сидит. Мы сидим, молчим. Я вспоминаю историю про метро. Да-да-да, я только хотел это. Но я уже взрослый мальчик, я такой, типа, здравствуйте, что вам надо? Твой дизайнер тут сидит? Дизайнер вообще просто, она вот так вжалась, потому что по нему было видно, на нем была очень странная одежда. То есть я все смотрел. Оранжевая, да. Так. Она, ну, как бы, она была, я не понимал, что, ну, типа, я такую одежду уже лет десять не видел. И мы сидим, он такой, типа, вот, ну, короче, говорит, я только что откинулся. Вот. Я просидел десять лет в тюрьме, говорит, и я пиздец, как хочу пиво. Вот. А у меня первая, типа, мужчина, да что вы себе позволяете, мы сейчас охрану позовем, уходите. Да, а потом я понимаю, что, да ну его нахуй, может, у него там отвертка, заточка, ну, я подумал, ладно, я на этот страх пойду, я попробую поговорить. Типа, самое простое, что можно сделать, сказать. Ну да, в принципе, другого выбора-то в целом нету. Ну да. Он сидит напротив себя, что еще можно, можно помолчать. Ну да, я думаю, я выберу второе, я выберу диалог. И я говорю, что, вот, ну, что вы хотите, что вам надо, он говорит. Я вот десять лет вышел из тюрьмы, я только-вот-только приехал, говорит, и я очень давно не пил пиво. Можете купить мне пиво? Я такой... А что, на грушу деньги есть, на пиво, блять, нет? Да хуй знает, я не знаю. Кстати, я об этом в этот момент не подумал. Шокер. Ну, он ее, может, спиздил. Ну точно, кстати. Так и пиво, пожалуй, и спиздил, как я раньше делал. Брал такой же баул, как у меня с тобой, хоп-хоп, и покупаю, знаешь, конфетку, типа. Нет, но он, понимаешь, он денег не просил. А если у меня просят, типа, пиво или еды, я говорю, а может, ты есть хочешь? Он такой, типа, да, ну, как бы можно было и супчику. Я такой, окей, мы ему заказали. Я бы сначала думал, что это наебалово. Воду с водой, типа. Поесть супа и попить пиво, блять. Супа и пиво. И когда ему... Кристина сидит вот так вот, она просто вся такая... Ну, я понимаю, что опасно, потому что у них там есть свои законы. Ты можешь сделать резкий поворот не туда. Да. И, в общем, он садится за соседний стол, ему приносят пиво. Я ему говорю, вы знаете, мы тут как бы заняты своими делами. Мы вот, вот все, мы то, что вы просили сделать, только не трогайте нас, пожалуйста. Типа, как бы мы вот... Заплакал и убежал. Да, все, он такой, все, я понял. Ему приносит... А, он куда-то уходит, Кристина такая. Я, типа, я боюсь. Я говорю, Кристина, я говорю, ты не представляешь, что сейчас будет. Мы сейчас увидим, как человек, который десять лет не пил пиво, выпьет пиво. Я говорю, это же эмэйзинг. А он такой, знаешь, он настолько тихо людей ищет радость в мелочах, знаешь? Да, да, да. Я подумал, в пизду пошел. Как будто бы он десять лет назад. Нет, а я воспринял это, думаю, как вызов. Ладно, сейчас мы все... Ну, типа, тем более, ну что, ну, типа, купить человеку поесть и поесть. Ну, что, я беднее, что ли? Нет. И он приходит, ему приносит пиво. Я думаю, ну, сейчас он... Начнет его хлистать десять лет. А он вот так сидит на него и смотрит, типа... И как бы... Я думаю, что, почему он не пьет, думаю, что... На завязке. А он такой, блядь, да, закодированный. Я другое хотел. И он сидит, смотрит... Блядь, это корона ебаная. И он сидит на него, смотрит, я говорю, а чего ты не пьешь? Он такой, типа, щас, щас, щас. И тут лирическое отступление. Он, ну, вот, делал этот глоток. Молился? Ну, почти. То есть я видел, как вот разверзглись небеса. Вот так луч. И он делает этот глоток. Я понимаю, что, ну, навряд ли. Может быть, он пиздел. Я не знаю. Но у него было такое лицо. И я чувствовал себя таким хорошим человеком. Я прям как в Симсе. Плюсик в карму, знаешь, такое. Потом он выпил, поел. Он такой... Ну, он подходит. Мы уже такие, надо съебывать, короче. Пока он там в беседу с нами не вступил. Мы встаем, и он начинает рыдать. Обнимает меня и говорит, что, типа, я не думал, что, ну, как бы, кто-то вообще на меня. Одежда я понял почему. Видимо, с чем его взяли, ему эту одежду через десять лет отдали. Да прикинь, выходит уже просто новый айфон, как бы, сенсорные телефоны. Он просто в шоке. А у него даже... А пиво все такое же говно, как было, так и осталось. Хотя бы что-то родное. Да. Ты понимаешь? Вот и все. А у него даже не зара, понимаешь? И он, ну, как бы, он начинает плакать, обнимать. У него поломаны уши. Вот. Зачем вам эта информация? Я не знаю. Вообще смолчи, смолчи. Поломаны уши. И он обнимает, говорит, я не думал, что, типа, вот так вот может быть, что, типа, накормят и все. Он плачет. Я его такой, ну, нормально все. Вот. И мы уходим. И через какое-то время я возвращаюсь. С ним уже выходим. И он там опять сидит, даже самую хуйню затирают? Нет, нет, нет. И мне приносят книжку, ну, как бы, официантки те же, которые были на той же смене. Они говорят, иди, типа, сюда. Я говорю, чего? Говорит, он нам оставил отзыв в этом, в книге отзыва и предложения. Я открываю, и там, привет, родная земля! Да, Московский вышел на свободу. Спасибо от души за радушный прием. Типа, я пошел с Богом в новую жизнь. И я такой, еще одну судьбу мы спасли. Да! Это было хорошо. Очень круто. Продолжаем? Да. Держи. Ой, да мне кажется, я и так больше всех разговариваю. Тебя вообще не заткнуть. Ну. Я никогда не был свидетелем секса на работе. Бля. Ооо. А я был? Рассказывай. Давай. Первая. Сразу скажу предисловие. Эта картина у меня прошла уже 18 лет. Она у меня в голове до сих пор. Я работал тогда официантом в шоколаднице. А что не в кофемании? Я обожал шоколадник. И до сих пор, я не знаю, блядь, рекламу они не покупали. Так что... Вырежите эту... Пусть. Пусть. Может быть хоть и это их спасет. Но для чего и нравилось? Потом испортилось, да, все-таки? Ну, блинчики с сыром и свечиной, слава богу, остались те же. Ты харкал куда-нибудь, кстати? Харкал кому-нибудь? Один раз было, да. Но не я. Но, поверьте, он заслужил. Он довел божьего одуванчика, официантку до слез. Он кидал эти, как ее... Меню. А, это из категории бомжей, которые приходят в Макдональдс и говорят, жалобную книгу мне! А вот это вот. Жалобную книгу, да? Не-не-не, он был такой, с прической Шантеклер, знаешь, он сидел так... Моя любимая — это Малет. Ну, наверное, лисий хвост. Ну. И мы, да, мы плюнули один раз в кофе. Поэтому никогда не злите официанта. Кофе всего лишь? Ну, а там разница. Даже членов по идее не поводили. Господи, как вы, блядь, грустно живете. Я вообще не понимаю, где я? Так, ну ладно, ну. Не, ну конечно... Ты никогда не работал вообще в Пите? Я никогда не работал официантом. Слава богу. Я никогда не работал в Пите. Так. И я, значит... Ты на работе. Да, я на работе, значит, разношу еду и думаю, так будет всегда. Это конец моей жизни. 18 лет мне. Вот. Потом я втянулся, мне очень нравилось. Я был с золотым подносом России. У тебя была награда какая-нибудь? Ну, мне писали в этой книге. Тебе отправили в Сочи или куда-нибудь? А ты на доске почета висел? Типа, лучший официант. Нет-нет, дали десерт вот так, типа, ешь. Все, единственный плюс. Но я выносил оттуда кучу еды, посуды, короче, воровал как не семя. Завтра, где работаем, оттуда и пиздим. Правильно, не наебешь не проживешь, всегда говорю. И, значит, закрывается кофейня закрывалась в 11, а у нас прямо против входа был туалет. Два. Вот. То есть было очень удобно, люди не заходили, типа, можно к вам. Они сразу шли в туалет. Конечно, я так всегда делал. Ну, вот. Я просто думаю, о, чё это, зайду по ссу. Ну, как бы, в нормальный ресторан не зайдешь, а так можно быстренько, типа. Ну, и там было плюс-минус все то же самое. Мы закрывались в 11, было без пяти. Я думаю, ну, народу нет. И я вижу дверь, ну, слышу, там хлопает. Я смотрю, заходят люди в туалет, думаю, ну, вот сейчас пять минут они там свои дела сделают, и я пойду закрою кофейню. Вот, значит, проходит пять минут, я иду, закрываю дверь входную, а в левом туалете у нас была небольшая хитрость, которую мы знали только мы. Ее вот если дернешь, она не открывается, потому что щеколада вставала, ну, типа, не в паз, а вот так вот в дерево. И надо просто было дернуть сильнее. Естественно, гости об этом не знали. Секрет корпорации, ты сейчас выдал секрет корпорации? Ой, как... Я уволился из Бургер Кинга, вот кто? Да, да. Я уволился из... какой голос? Секоладница, вот секрет. Я, значит, закрываю входную дверь с полной уверенностью, чтобы пять минут им хватило. Дергаю, значит, одну дверь, никого нет, выключаю свет, закрываю, дергаю вторую дверь. И вот знаете, вот то, что в кино показывают, когда ты видишь что-то непотребное, это вот как бы... Непотребное. Смешно. А тут это было не смешно, у меня была психологическая травма, потому что я видел, я вот так дергаю, время так... замерло. Тут же грязный сиральник, все обосранное. Нет, нет, нет. Она такая на раковине, он сзади, знаешь, вот это все... Нет, нет, если бы... И эта песня шан-залезе, знаешь, вот шан-залезе... Они просто вдвоем срут. Да, друг на друга. Копра. Копра-историк. Да. Нет, нет, я вижу голую мужскую ногу волосатую, и вот открываю дальше и понимаю, ну то есть я открыл вот так, то есть ее уже не остановить эту дверь. Я понимаю, что я как бы становлюсь свидетелем орального секса двух мужчин. Просто вот так вот. И он сидит на меня, вот так вот смотрит. А в зале кто-то был? Нет. Нет? И я вот так вот смотрю на них, у меня шок, я не знаю, мне так дико неудобно, и я такой... Извините, мы через пять минут закрываемся, и я закрыл дверь, и по съебам просто, и бегу такой, блядь! И ты понимаешь, и ты понимаешь, что тебе в любом случае надо остаться, потому что тебе закрывать эту кофейню? Так я же ее закрыл уже, им надо заходить обратно и просить дверь, а я такой, блядь, все, закрывайте, я не могу, я ослеп, я ослеп, я сбегаю, я обычного-то секса не видела, тут такое. Я, я сбегаю к менеджеру, говорю, Алена, Алена, это пиздец, это... Мне никто не верит, все такие, ой, не придумывай. Посмотрим. Ой, чисто в теле мои бабки. Людей режут, ну да не выдумывай, да ради бога, да что нанесешь вообще? Понял, придумал здесь, и я поднимаюсь, они все в покате, говорит, заходит парень, вот, красный, и такой, как бы, кого-то ищет. Я, конечно, полагаю, что меня. И он говорит, а вы не откройте нам дверь? И там был чувак второй постарше. Вот, им, значит, открыли дверь, выпустили, все умирают с хохоту, я сижу такой, типа, ну, ну, пиздец, ну, блядь. Ну, такой чай мне еще не оставляли. И, короче, все мы поржались, все сидим, и был Юра, бармен, он сидит такой, смотрит такой, а кто у кого в рот брал? Да, да, это... Старше у маленького или маленький у старше? Я такой, Юра, Юра, говорю, как не приня... Маленький. Ага! Вот такая вот история. Кошмар! Не, ну я представляю, что это, ну, в принципе, неловко, когда ты видишь людей даже целующихся, или ты становишься прям свидетелем. А тут отсос, понимаешь? А тут прям, да. А тут прям, ну, как бы, я ничего, я не ханжа, я как бы все понимаю, но я не хотел быть свидетелем этого, просто вот, ну, как бы... Ну, просто так сложилось. Да, судьба... Судьба отправила их в кабинку, которая не закрывается. Именно в туалет с шоколадницей, господи. Давай я. Давай. А там осталось одна, а, нет, две. Нет, две. Ну... Я никогда не садился в машину к незнакомцам. Ну, Карин, рассказывай. Ну, Карин, как там это было? Так... В тринадцать? В четырнадцать? В десять. В десять. Так, ну, не было? Это было в семнадцать. Правда? Я прилетела первый раз в Москву. Я прилетела в Москву, значит, мы с моей подружкой. А она уже была матерая москвичка. Она с четырнадцати по клубам. Вот это все. Пача вот это. Моя. Пача. Клумба. С четырнадцати по клубам. Да. И она такая, значит, говорит, мы идем тусить. Я такая, окей. Значит, надеваю вот это блядское платье. Первый год в Москве. Значит... А вот это какое? Мы как будто бы просто все знаем твои луки. Ну, такое. Любое. Ну, такое, вот это вот блядское. Ну, помнишь, то самое. Ну, да. Трусы. Модель. Модель моя. Как ты любишь, да. И, в общем, я надеваю все вот это. И мы, значит, идем тусить. Там вот это пача. Там, что там рай был. Вот это все. Рай. Мы выходим из рая. Рай был. Ты не застал рай? Я не застал рай. Я застала самую клубную Москву. Зачем ты приехала сюда? Ты опоздала. Уже похуй. Уже все случилось. И мы выходим из рая. Значит, устанавливается такой крузак черный. Оттуда вылазит такой огромный мужик. Такой. Девчонки. Давайте я вас подвезу. И тут моя Настя такая говорит. А что, давай? Мы просто в Балашихе. Она такая. А я ночевала у нее. То есть я как бы приехала и жила с ее, с ее мамой, с ее сестрой. В этой Балашихе. В этой однокомнатной квартире еще собака. Она мне сверху с животными везет. Ну вот. Ты же обосрала свою подругу Настю? Типа, серебрец в бомжатне в этой. Сейчас в Неве нормально. Ну там был пиздец. Она сейчас в Неве нормально, да. Я бы с ней сейчас срать не села, конечно. То есть села она в ту машину, да? И он такой, вот что? Настя такая. Не, ну если ты до Балашихи нас движешься? Он такой, да, что, подвезу. И она говорит, Паш, я не пойду, ты гонишь? Я говорю, я первый раз вижу этого человека. Он большой, он на крузаке. Большой. И его зовут Карен. Я его боюсь. Он был русский. Он был русский, но он был такой, знаете, угрожающей внешности, это называю. Ну то есть реально. ОПГ? Обнал? Ну вот типа. Вот. И значит, что происходит дальше? Настя меня каким-то образом уговаривает. Я не знаю, ну 17 лет, ветер в голове, мы садимся на заднее сиденье, а там, сука, бита. Ну просто бита. С задней сиденье вот так, знаете, в карман с переднего кресла вставлено бита. Он любил бейсбол. И я такая, да. Согласен. Позитивное мышление, Карен. Согласен. И я такая говорю, Настя, у него бита. А он это слышит, а я как будто, знаешь, разговариваю с Настей и думаю, что их нет. Их? Да, там еще Друкова сидел такой же. Вот. Их вообще никакой опасности для вас. Вообще никакой опасности. Вообще. Вообще две девочки за мальчиком, что может произойти? И они как раз такие производственные. Максимум Балашиха, блять. И они как раз производственные. Все плохое уже производство. Да, да, да. Тише надо сказать. И, значит, и тут в какой-то момент он такой поворачивается и говорит вашу вот эту банальную фразу, что он любит играть в бейсбол. Вот. А другой его друг шутит, что его мечом является голова других людей. И ты поняла. И в этот момент, listen, что происходит. Они везут нас не в Балашиху, но куда-то тоже очень далеко. Но очень похоже на Балашиха. Я вообще Балашиха путаю с Барвихой. Не, не, Лёг, хорошо. Вот ты очень путаешь. Одна игра. Балашиха Луха Ревелас, да? Да, да, да. Да, там где спа, отель можно приехать. Тут же Луи Ватун, понимаешь, тут Ченнел. Тут же ты такая, ой, милая, оформи мне все, блять. А точка в чем, что, значит, они говорят, типа, мы сейчас поедем в караоке, мы сейчас поедем тусоваться. Я говорю, ребят, мы никуда не поедем. Я говорю, мы сейчас как бы это. А у меня, значит, телефон, и я пытаюсь вызвать… У тебя кнопочная? Нокия. Ну, наверное. Вот эта вот, которая… Да, да, вот так. Тебе зачем знание этих моделей? Ну, блять, потому что одно дело… Сидишь там, типа, из серии набираешь… Я умел просто, слушайте, дико извиняюсь, в школе я умел набирать по кнопкам вот так вот… Да, биггдевита, я тоже, я тоже. Три нажатия, буква «П», четыре нажатия на тройку, буква «Р», пиздец. Знаешь? Да, да, да. Да, да. Отличная штука. И я, значит, ну, вот этими нажатиями набираю единственный телефон, такси, который я знаю, так даже не было, Яндекс, вот это, Uber, вот это вызвать. И я вызываю, ну, звук убираю, чтобы это… И пока Настя там что-то уже чуть ли не в плаче объясняет, что нас нужно, можно мы выйдем, мы пойдем сами сейчас найдем себе машину. А мне хоть волосадиста? Я ей это сказала, малышка, несколько раз. Я, значит, у меня волосы были вот такие длинные до задницы, и у меня под волосами ничего не видно. Я, типа, делаю вот так, ну, не видно, да? Ну, не видно, ну, вот так. Ну, не видно, ну, вот так. Ну, зуб заболел. Зуб заболел. Ухо болит. Такая, типа, да, и я шепотом такая, типа, помогите и называю. А там, мы подъехали к дому, и там было вот это прям, ну, как в Москве, то есть на синем-белом пишут адрес. А. Улица. А я же не ориентируюсь в Москве, я же не понимаю, где я, кто я, зачем я. Я этот адрес ему читаю. Он такой, ну, типа, оператор такой, я вас поняла. И у нас приезжает машина какая-то, и я что-то… А они блокируют тачку. А Настя начинает в слезы, у нее паника сейчас, она в слезы. О, господи, это же не Мерседес, вот здесь вот сбоку вот так раздлокируется, может, хуяка вышла. Она в панике. Она в панике. У нас про такой рюкзак у семьи был, я знаю, вот эта хопа вышла. Я, естественно, я из Сибири девка. Я же не дура. Я не дура. Открываю эту кнопку. Я вот так, типа, ну, открываю эту штуку. Я вот так эту машину, я вот так из нее выбегаю. Я Настю вот так за руку, а она на вот таких каблуках, а она сама лошадь два метра. И я ее, значит, вот так. И она… И хендай солярис прямо ее затаскиваешь. Она реально падая, но мы выбегаем резко, они чуть ли не за нами с этой битой, блять. Мы садимся в эту тачку, и я такая просто таксиста, говорю, по газам. Я говорю, типа, едь, не останавливайся, вообще, типа, вы, ну, а вы в лесу, блять. Не в лесу, но, типа, какое-то очень тихое… В лесу вот эти таблички дома. Ну, тихое место. Не, ну, тихое место. Там на березе такое. Не, ну, тихое место. Вышний волочок. Да, да. Вам пизда за счет. Шестнадцать. Вам пизда шестнадцать, а, да. Вот. И он, короче, по газам, они какое-то время за нами гнались, но потом, типа, отстали. Вот так, представляете? На грузаке можно было и там… Да, он… Да, 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 да. Мы как-то были как будто… Что, дай солярис или что-то. Подожди, как он так быстро приехал? Он не быстро, мы пять минут с ними что-то разговаривали. Настя разговаривала, а я в этот момент ждала, и я понимала, что это единственное, что нам может помочь. Ну, либо Насте на слезы, но Насте на слезы не помогали. Они, наоборот, только заводили. Да. Это ужасно. Он так битом плачал. Она плакала, хрюкала, они такие, господи. Еще. Такая горячая девчонка. Еще, да, да. One more time. На заднем сиденье что-то там машина… Я никогда не садился в машину к незаконцам. У меня была история от… Короче, у моей подруги… Мы все тусили по приличным местам, у меня не было… Нет, на самом деле, что я вру? Мы тусили на Думской в Питере, кто знает, тот поймет. Знаем. Но потом у нас резко все поменялось. Мы поняли, что мы как бы, ну, устали строить из себя вот этих вот, знаешь, бомжих. И мы такие типа, боже мой! Вот. Фидель, дача! Ура! И начали ходить, продолжать не на Думск уже в дорогие клубы, но без денег. Типа, знаешь, мы уже все, мы стали лучше. Стали старше на один роман. Вот. Ну и, короче, мы заезжаем. У меня у подруги появился новый парень. У него там паршак, все такое. Тоси-боси, там, турбо-эс, красные колодки, нормальный обвес, типа, хром. Ну просто обоссаться и не жить. Ну и мы такие едем, пахнет кожа белой. Заезжаем в клуб, короче, там тусим. И я выхожу из клуба, это был Будда-бар. А я выхожу из клуба и, типа, знаешь… Как у тебя вообще не получается не пафосным быть? Ну вообще не получается. И вообще, да. И ты знаешь, думаю, боже мой, Лёш, где твой Порш, думаю, что такое. И сажусь в Порш. А там уже сидит, как бы, девочка и еще один человек. И как бы… Подожди, к незнакомому в Порш. Да, слушай дальше. В Порш, такой же Порш. Два одинаковых Порша просто было. А, ты перепутал. Ну да, просто одинаковые они были. Полностью в обвесе, в хроме, во всем вот этом. И такой случай может быть только, ну, как бы, то есть… Я с Думской, где постоянно лады, знаешь, думаю, ну, два Поршака-то точно быть не может у Будда-бара, конечно же. Ну вот, и я сажусь, и у них начинается такая тема, что каждый из них не спрашивает меня вообще ничего, они продолжают пиздеть, и каждый думает, что кто-то чей-то друг, знаешь, они в говно. Типа, ну это твой. Типа, что я чей-то кто-то друг. А я думаю, что сейчас придет моя подруга, и даже не замечаю, что чел, который сидит типа на этом самом, на переднем сиденье, я его не знаю, а чел, который за рулем, он еще не пришел. Я думаю, сейчас придет моя подруга, и чел, мы поедем. Ну и приходит чел, я не смотрю, кто садится за этот руль, приходит еще одна девочка, я думаю, ну, наверное, моя подруга поедет, ну, что-то следом, потом думает, что-то странно, что подруга со своим парнем едет, что-то думаю уже, ну ладно, похуй, уже поехали, знаешь, думаю, ну и похуй. Главное, тепло, и едем. Да, и вдруг она мне пишет, а ты где? Я говорю. Еду с тобой. Я еду с твоим парнем, с каким, знаешь, вот это начинается с каким, типа, ну типа, мы сидим с Димой. Я думаю, блять, а это тогда кто? Я, типа, вполне нормально себе спрашиваю, я говорю, ребята, вы кто? Типа, знаешь, простите, а вы кто? Типа, и встречный вопрос. Поворачивается чел, такой, ой, ёптю, а я в красной помаре, типа, он вообще в шоке с меня, типа. Ты еще, наверное, и полет на кремле. Я не знаю, не заметили в момент. Нет, нет, чел, который впереди за рулем, он меня, типа, ну не заметил. Он сел и поехал, у него с тренировкой все это дерьмо. А эти думали, что я друг друг друга. И он говорит, а ты кто? Я говорю, а я вот, Леша, мы познакомились. И с ними спасла девочка ситуацию. Были вот эти девочки, которые, они спасли ситуацию. Так бы я не знаю, что бы это было, но мы ехали в один и то же место, мы ехали, там у нас был клуб «Бегемот». Ну и как-то мы вот так вот, вот как-то вот так. Но я теперь, типа, побаиваюсь таких тем. Я тоже. Я вот недавно буквально, мы садимся в тачку, открываю дверь, стою там, типа, думаю, блин, что-то водитель дверь не открыл, думаю, ну ладно, насрать, но я не люблю это дерьмо, но тем не менее, обычно, знаешь, открывают. Вот. И я, короче, стою и говорю, все, пока, Танюха, пока, там, ты-ты-ты-ты. Он говорит, дверь мне, блядь, закрой, это не твоя машина. А я, знаешь, уже на таком гоноре, типа, тыры-пыры. Пригиб, опять перепутал, но у меня есть такая тема. А, ты просто сел к кому-то в машину? Не, я не сел, я просто открыл дверь, а он просто на меня стоит вот так, он, типа, сидит и смотрит на меня. А я прощаюсь со всеми, типа, уже, знаешь, все, пока, уже планирую зайти. Он говорит, дверь мне, блядь, закрой, епту. Я думаю, ой, извините, позор. У меня навеяло, простите, быстро. Я ехал от бабушки с дедушкой из Белоруссии, и я всегда, мы шли пять километров до остановки на автобус, а потом... Господи. Да. А у тебя был на тот момент в айфоне шагомер? Внесу, внесу вот эту вот, типа, небогатую жизнь. И мы, значит, всегда ездили на автобусе, а здесь подъехала машина, мы стояли на остановке, он говорит, куда вам? Мы такие, до Витебска. Он такой, ну, сколько? И там, ну, типа, сколько-то бабок, я не помню. Я сажусь в машину, мы едем, и я такой, можно я, типа, рюкзак, ну, как бы, думаю, поймал попутку? А я кидаю рюкзак на заднее сиденье, думаю, ну, классно, целая машина, как до автобуса, сейчас до Витебска доедем. И проходит минут пять, и стоит мужик на обочине, и он, как бы, вот, ну, тормозит, вот так вот подъезжает, и он открывает дверь, и ничего не говоря, садится сзади. Закрывается дверь, машина едет дальше, а мы в деревне Клепчева. Тебя опять с новолунием, с сумерками, опять с этим портфелем. Нет, 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 я в ахуе, я в ахуе, и я такой думаю, он будет меня душить, я сделаю вот так. Я, ну, как бы... Про ебать ты не подумал, только про душить. Да. А, ну, нормально, нормально, да, тогда нормально. Не испорченный. Душить, ничего страшного. Да, да, не ебать его, а не придушивать. Да, да. И я еду, и мы, когда, ну, у тебя, а, у меня паника, я думаю, все, пиздец, ну, пиздец, меня убьют. А как обычно, ой, пиздец, пиздец, отсутся, все вот это вот. И он на повороте начинает замедляться, я открываю дверь и выбегаю из машины. Он тормозит, и они на меня в ахуе вот так смотрят. А это, оказалось, маршрутка, которая вот едет, ну, как бы, от нашей деревни до города, собирая попутчиков. Газель? А я этого не знал. Газель? Да, я подумал, что это моя личная газель. А я ездил с няней на газели. И я выбегаю из машины, я вижу их охуевшее лицо, и до меня потом доходит, что это маршрутка, мне стыдно. Я возвращаюсь, они такие, ты чего? Я такой, ничего. Я просто закрыл дверь и весь, там, сколько час ехать, я сидел и думал, какой я мудак. Я когда жила в Воронеже, я купила себе тачку, значит, и у меня было развлечение. Я работаю на радио, там, не знаю, какой-то второй, может быть, курс университета. Я еду на… Ну, у тебя такая вот жизнь успешная девушка. Вообще. Купил тачку в Воронеже, работаю на радио, девочка в маленьком Peugeot смотрит в окно. Борнео. Короче, я еду на тачке, и я, ну, условно, заканчиваю в 12 часов ночи эфир. Выезжаю, видите, это какое-то такое классное настроение, думаю, поеду, прокачусь. И проезжаю мимо, у нас есть там институт искусств в Воронеже, там всегда какие-нибудь такие студенты, бедолаги. Ты 13 часов отвела, я правильно понимаю, эфир, фейдеры и всего это. До 12 часов ночи, да. И потом такая, да, потом, ну, блядь, я ничего не устала, поеду, покатаюсь. По Воронежу. Да, да, да. Ну, нормальная, нормальная история. Я же езжу. Смотри, это Воронеж, Синти. И что-то какой-то, какой-то дождь, такой немножко, какой-то воронежский грязный ливень. И я проезжаю, на остановке стоит мальчик, ну, какой-то студент, видимо, перешел дорогу от института, ночь, 12 с чем-то. Я думаю, остановлюсь, а у меня, ну, еще моя таксистская прошлое, позволяет мне иногда остановиться и просто подвезти человека. Я останавливаюсь, чувак не понимает, просто смотрит на меня, я говорю, типа, открываю окно, он подходит ко мне. Я залезаю кипиш в кепке, наверное, задом наперед, знаешь, такая... Чувак! Есть чувак! Упираюсь, да, здесь в потолок. Кобка-ягодка! Да, да. Вот. Значит, он подходит ко мне, типа, что? Ой. Нет? Подходит ко мне, типа, что случилось? Что ты ищешь там? Я говорю, я хочу подвезти вас, поехали, что, куда? Там, ну, куда-то, в Югзапный, куда-то. Я говорю, да, все в порядке, окей. Сейчас, сейчас, секунду. Он, значит, поговорил со мной в окно, отходит, говорит кому-то что-то на остановке, подходит ко мне, садится на переднее задение и два мужика садятся на заднее. ЕбА-А-А-А-А-А! Два пьяных чувака, типа, с Ягером, ой, это как его называют? Ягуаром! Вот с этой вот истории. А-а-а-а-а... Наша с тобой! Ой, я обожаю страйк с синий раньше любил. Столько болевал. С синий, черного любил. Как в тебе ведь это совмещается Будда-бар и страйк, эй. Что ты такое? Я пиво оболонь пил и этот виноградный день, мой любимый, молоко любимой женщины вино. Это? Лёшка Контраста! В синим, помните? Я на контрастах. Сегодня так, завтра так. Короче, я с этими чуваками вообще не понимаю, что делать. И в итоге эти двое мужиков, пьяных, просто в хер, они начинают, да-а-а, умрали. Один докуривает еще там, что-то с сигаретной. Я говорю, не курите, пожалуйста, в машине. Ебать ты смелая, если такая, у нас не курят. У нас не курят. И значит, в итоге они, ну, да-а-а. То есть они вдвоем повалились, типа, поцеловались. И один верхний вышел. А остался нижний, которого привалили. И он, значит, стоял с Игваром. Стартой! Поехали! Это что вообще за такое? Я в жутком возмущении. Я вообще не знаю, что происходит. Ты такая культурная, знаешь, в очках. Ой, что такое? Да, я, ну, правда, я возмущена, да. Я еду. В Воронеж. Что за пиздец? Начинаю давить. Почему я в Воронеж? Даю, даю руль. Он вышел, а тут говорит, газуй. Один сидит, мальчик, которому я останавливалась, сидит на переднем сиденье. Мужики два целовались. Один упал на другого, верхний вышел. И остается нижний. А у тебя руль с гидроуселителем был? Да, тот момент был. А, нормальный, да, нормальный. Все. Не то, чтобы я... Не так, не. И пытался попасть. Сейчас разгонишься, чтобы развернуться, знаешь, полегче. В общем, мы едем. И, значит, этот, который сзади рассказал, значит, мы им сейчас там на Герасимово, славу, славу, славу. Там через Ленина, на Гагарина. Хорошо, ладно. Я говорю, а вам куда? У молодого человека спрашиваю. Продолжаю быть милой, продолжаю. Ну, серьезно, меня вообще никак это... Ты сама вписалась в блуд. Сама вписалась, да. Сама создала себе приключение. Нет, ну ты очень это... Сказала, а говори, бэка говоришь. Да, значит, я говорю, а вам куда? И это займу никуда, я плачу, я решаю. Я говорю, да все в порядке, я его довезу. Никуда не идешь. Я понимаю, что нам не надо продолжать разговор с человеком с этим. Ну, типа, окей, ладно. Я бы на твоем месте просто вышел из своей машины, потом вот, да пошел все нахуй. Воронежский полет. И теперь это воронежский дождь. Примерно так. Значит, я продолжаю ехать. Мы приезжаем, и мы едем в какую-то просто жопу воронеж. Ну, там много их, но вот в конкретную мы едем. Значит, мы приезжаем туда по дорогам, вот отсутствие асфальта, там, в принципе, горы. А там горы? Горы? Горы. Да, понятное дело, что нет горы. Море. Это показываешь такое, я уже думаю, что там черпантин. Ну, мы едем, да, едем, якобы горы, да. Там просто отсутствие асфальта, вот присутствие просто непонятно чего. Значит, мы приезжаем туда, садиться, и становимся, и чувак, значит, типа, ща. Он выходит куда-то из машины, там, что-то, не закрывает дверь, обходит с одной стороны, обходит с другой, типа, щас, я зайду домой, стой, жди, щас. А ты такая, блин, чтоб еще раз. Ну, правда, какой-то вообще бред происходит. Он уходит туда, я сижу, думаю, какой ужас вообще, как-то они так. Я говорю, молодой человек, ну как вы вообще так могли? Что за друзья у вас? Я говорю, этот ваш друг вообще, почему, что, куда ему надо ехать? Я вообще не могу понять, что он хочет сказать. Говорит, я его не знаю. Я говорю, в смысле? Говорит, я просто на остановке встретил типов, которые что-то там мне сказали, если поймаешь тачку, дай знать. Ну, типа, поймай нам тачку, они ему сказали, поймай нам тачку. И он подошел и сказал, что, типа, меня подвезут, спасибо, до свидания, типа, ловите сами. И они про, он просто взял и сел. А он тоже из этой категории, знаешь? Вот этой. Не в рот, не в жопу, знаешь? Да, да, да. Извините, можно я подвезу, а тут пошел, знаешь, а с виду альфа-самец, понятно, блядь. Короче, и этот чувак, который сидит со мной в машине, я говорю, в смысле вы его не знаете? Говорит, я его первый раз вижу. Говорит, так о чем мы тогда здесь стоим? Говорит, я не знаю. Я бы на твоем месте сказал, слышишь, Тало вышел находит сюда. И мы, мне же тоже надо человека спасать. Я, значит, беру, я просто, я поворачиваю голову, и вот этот тип, который уходил домой, выходит обратно, я включаю заднюю и просто уезжаю куда-то, в никуда, по этим вот этим вот штукам. Резко, но это было очень сильно страшно. В итоге я нырзла чувака. Что-то не врезалась, знаешь, такой стиль. Не, но у чувака объективно мудак. Да? Но, но в конце, там, ну, как бы, сейчас очень много пропущу. В итоге он оказался фаерщиком. Мы заехали к нему домой за керосином и поехали поздравлять мою подружку. С днем рождения. Подожди, он сейчас такие, но это не суть. Он тебя отплатил, типа, тем, что он... Да, 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 типа, у меня нет денег, но я парщик. Да, ну, и бартер. Ирина Чеснокова, «Жизнь по бартеру». Да, да, да. Моя книга «Жизнь по бартеру». Лучше. Ну что? Ну, выпьем, что мы живы остались после таких ситуаций. Ребят, я так счастлива, что вы пришли. Вы придумали, какую песню будете петь? Да. Какую? Максим, только ты не будь пока с ветром. Ветром. С ветром. Руф, Руф. Руф, Руф. Руф, Руф. Когда я умру, ты будешь в солнце. Ну, вот именно так и будем, блядь, петь. Что мы пытаемся сказать, Этими словами? Вы будете в солнце. Сегодня к нам чуть-чуть полшага назад, чтобы все поместились. Нет, нет, просто назад. Мы уже в записи. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие гости. Я хочу сказать вам спасибо, что вы пришли. А, это ты нам? Я думал, ты туда. Они же тоже гости. Спасибо. У нас COVID. Не хочу, ладно. Это все придумано. Нормально. Мерзкий. Не хочу, нет. А, ты его кольцом поцарапал, своим бриллиантами. Это Булгария. Едем дальше. Тебя поцарапали Булгария. Ненавижу Булгария. Тебя поцарапали люксом. Ну, едем. Ладно, все поцарапанные люксом собрались здесь. Ребят, простите, после этого выпуска вы скорее тоже, скорее всего, тоже травмированные. У вас какие-то люкс-травмы. Открытые дверью. Да, появились сейчас. Но что мы хотим сказать? Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, что позвали. Спасибо. Мне кажется, мне кажется, это будет очень классно и трогательно, если мы вот так в конце выпуска будем передавать эстафету следующему. Кто к нам может прийти? Давай. Певица Максим. А ты хорош. А ты хорош. Да, я знаю. А вы кого хотели предложить? Александр Цикало. И Александр Рогов. Это неплохо. Набор вообще не хуйский получается. Да, это неплохо. Набор. Вообще, эстрада, песня, мода. А мы должны закончить песни, и эта песня будет для приманки. Мы ее оставим здесь. Максим. Vamos. Максим. 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 Оу, да. Боже, сейчас отвратительный вокал. Как пронзит эту прекрасную музыку. И я. Когда я умру, я стану ветром и буду жить. На твоей крыше, когда ты умрешь, ты станешь солнцем. И все равно меня будешь выше. Осенним ветром я буду ветром. Летать с тобой, ветром по снегу. Ты не поймешь, а я не заметно шепчу. А в солнце, а в солнце, я тебя поймешь. Там, там. Только ты не будь, пока солнце слышишь. Я буду петь тебе песни с крыши. Я буду снова в байкенте дышать. Осталось ветром лишь так. Я буду взяты твоей улыбки. Буду сушить твои пластинки. Своей крючки забирать свежинки. Осталось ветром лишь так. Своей крючки забирать свежинки. А это все? Еще раз припев. Только ты не будь, пока солнце слышишь. Я буду петь тебе песни с крыши. Я буду снова в байкенте дышать. Осталось ветром лишь так. Я буду встать без твоей улыбки. Я буду слушать твои пластинки. Своей крючки забирать свежинки. Осталось ветром лишь так. Когда конец-то, блядь? Когда конец? Не знаю, кто танцевать. И... Мы закончили? Всем спасибо. Все свободны. Как ветер, которым ты дышишь. Осталось тихо. С ветром лишь так. Я хочу уже снять накладные ресницы. Господи, спать на мой. А ты думала, это не мои? Это сила натурального макияжа. О, Боже. О, Боже. Сколько секретиков я узнала о тебе. Ты обкакалась сейчас. Ну, а мы закончили уже? Это ты, я обкакался в поезде, и мы это записали. Все, выключи уже ее. Пока, выключи. Продолжение следует...